Когда человек в глубине благодати обогащен ей, и тогда есть еще в нем сделье порока, но есть у него и заступник, который помогает ему. Если источник течет, то и окружающие места бывают сыры и влажны. А как скоро она встает дной, высыхает и источник, и близлежащие места, так и в рабах Божьих, в которых преизбыточествует благодать, и сушает она и возбуждаемая, лукавым, а равное и естественные пожелания. Потому что ныне Божьи человеки стали выше первого Адама. Имея в такой мере упокоевается в Божьей благодати, что бывает мужественнее пребывающего в них порока, и имея молитву великое упокоение перед Богом, в иной час подпадает действию лукавых помыслов и окрадывается грехом, хотя и пребывает еще в благодати Божией. Но люди легкомышленные и несведущие, когда отчасти действует в них благодать, думают, что нет уже греха в них, а умеющие рассудить и благоразумные не осмелятся отречься, чтобы, имея в себе благодать Божию, не подвижали они действию срамных и нечистых помыслов. Нередко находим в братьях, что иные великую приобретали радость и благодать, и в продолжении пяти или шести лет говорили о себе, увяла в нас похоть. И после этого, когда почитали себя совершенно освободившимися от похотения, стоившийся в них порок приходил в движение, и возгорались они похоти, отчего сами себе дивились и говорили, откуда это после так долгого времени восстал в нас такой порок. Поэтому ни один рассуждающий здраво не осмелится сказать, так как пребывает благодать во мне, то совершенно свободен я от греха. Напротив того, на ум действуют два лица. Неопытные в деле, как скоро, хотя несколько воздействовал на них благодать, думают, что победители уже они и стали совершенными христианами. А по-моему, дело бывает так. Когда на небе при чистом воздухе сияет солнце, и найдут на небе облака, и закроют его, и сгустят воздух, солнце, будучи за облаками, не терпит никакого ущерба ни в свете, ни в существе своем. Так бывает и в тех, которые не достигали совершенной чистоты. И в благодати Божией пребывая, и в глубине души одержимы еще грехом, они имеют в себе естественные движения и помыслы, укрепляющие их в стремлении к Богу, хотя и не всецело утверждены в добре. Так, наоборот, и те, которые во глубине души держатся доброй стороны, то есть преобладаются благодатью, остаются еще рабами и пленниками лукавых помыслов и бывают на стороне порока. Посему много потребно рассудительности, чтобы человеку опытно дознать, как бывает в нас дело. Сказываю же тебе, что и апостолы, имея в себе утешителя, не были совершенно беззаботны. В них при радости и веселье был также страх и трепет по действию самой благодати, а не со стороны порока. Сама благодать истерегала их, чтобы они не совратились, даже и в чем малом, как бросивший осколком камня к стену, немало не повредит или не сдвинет с места стены, или пустивший стрелу, вносящего броню, не сделает вреда ни железу, ни телу, потому что броня отражает стрелу. Так, если и к апостолам приближалась часть порока, то не вредила им, потому что были они обличены совершенной силой Христовой, и сами они, будучи совершенными, имели свободу творить дела праведные. Поскольку некоторые утверждают, что при благодати душе уже не о чем заботиться, то Бог их совершенных требует душевной воли на служение Духу, чтобы действовали согласно с благодатью. И в апостол говорит, Духа не угошайте. 238 Видимо, в мире земля сама собой всего чаще приносит терния. Земледелец скапывает землю, прилежно обрабатывает и засеивает. Однако же тернии непосеянные растут и умножаются, потому что Адаму по преступлению было сказано, тернии волшки произрастить тебе земля. Земледелец снова трудится, выкапывает терния, они еще более умножаются. Понимая это духовно, по преступлению земля износит из сердца тернии волшки. Человек возделывает земли, трудится, а тернии лукавых духов все еще родятся. Потом сам Дух Святой вспомоществует человеческой немощи, и Господь в сию землю сердца влагает небесное семя и возделывает ее. И когда падет Господне семя, все еще родятся тернии и волшки. Сам Господь и человек снова возделывает земли души, и все еще возникают, и вырождаются там семь лукавых духов и тернии, пока не наступит лето, не умножится благодать. И не посохнут тернии от солнечного зноя. Здесь 39. Хотя порог пребывает в самом естестве, однако же преобладает там только, где находит себе пажик. Нежные стебли пшеницы могут быть заглушены плевелами, но когда с наступлением лета растения сделаются сухи, тогда плевелы немало не вредят пшенице. Пусть будет 30 мер чистой пшеницы, но есть в ней примеси плевел, например, окажется их несколько горстей, плевелы незаметны будут во множестве пшеницы. Так и во благодати. Когда дар Божий благодать приумножается в человеке, и богатеет он в Господа, тогда порог, хотя отчасти, и остается в человеке. Не может вредить ему и не иметь никакой над ним силы или никакой в нем доли. Ибо для того и пришествие, и промышление Господне, чтобы нас, порабощенных, повинных и подчинившихся пороку, освободить и соделать победителями смерти и греха. Апостолы могли ли согрешить, если бы захотели, или благодать была сильнее и самой воли? Согрешить они не могли, потому что они, пребывая во свете, и при такой благодати не превозносились. Впрочем, не говорим, что благодать была в них немощна. Утверждаем же, что благодать попускает и совершенным духовным мужам иметь свои изволения и возможность сделать, что хотят, и преклоняться на что им угодно. И самая природа человеческая, будучи немощна, имеет возможность уклоняться от сопребывающего с ней добра. Как обличенные в полное вооружение, в броню и прочее оружие, внутренне приведены уже в безопасность, и враги не нападают на них. Или нападают, но в их уже воле употребить дело оружия, воспротивиться врагам, вступить с ними в борьбу и одержать победу. Или, имея у себя оружие, не воевать с врагами, но веселиться вместе с ними и быть в мире. Так и христиане, будучи обвесены в совершенную силу, имеют в себя небесное оружие. Если захотят, то услождаются вместе с сатаной и пребывают в мире с ним, а не воюют, потому что природа удобоизменяемая из в человеке. Человек по причине остающегося у него произвола, если захочет делаться сыном Божиим, или также и сыном погибели. Предстоит ли совершенным скорбь или брань? Или они вполне беззаботны? Нет человека, на которого враг перестал бы нападать. Сатана не милосердь и человек ненавистен, поэтому и не ленится нападать на всякого человека. Но, по-видимому, не на всех наступает он с одинаковым усилием. Иные терпят сильные брани и терзания от греха, но укрепляются и умудряются в брани, пренебрегая сопротивную силу. И нет им опасности в этом отношении, потому что непоколебимы и уверены в своем спасении, так как часто упражнялись и приобрели опытность во брани со злобою, и сам Бог с ними. Богом путеводятся они и упокоиваются. Иные же, не упражнявшись еще, если в одну только впадут скорбь и воздвинется на них брань, тотчас свергается в беду и гибель. Некоторые, оградив себя и при сильном действии в них благодати Божией, находили свои члены столько освященными, что заключали о себе, будто бы в христианстве нет места уже похоти, но приобретается ум целомудренный и чистый, и что внутренний человек парит уже в божественном и небесном. Поэтому такой человек думает, что несомненно достиг он совершенную меру, и когда почитает себя вступившим в безопасную пристань, восстают на него волны, и опять видит он себя среди моря, увлеченным туда, где только вода и небо, и готовая смерть. Так вошедший в нас грех производит всякую злую похоть, но таковые снова сподобившись некой благодати, и, как бы так сказать, из целой морской глубины, прияв малую некую каплю, всем самым находит ежечасно и ежедневно совершающееся чудо. Почему, подвергшись такому необычайному новому и божественному действию, дивится и изумляется, как он обманулся? Наконец, благодать, как божественная и небесная, просвещает, руководит, умеряет его, все устрояет во благое. Делай правду, совершаемую во внутреннем человеке, где поставлен Христов алтарь вместе с нескверным святилищем. До свидетельства совести твоей похвалится крестом Христа, очищающего совесть твою от мертвых дел, и послужишь Богу духом своим. Узнаешь, кому поклоняешься по сказанному. Мы же кланяемся, знаем чему. Верьте путеводствующему тебя Богу. Душа твоя доступит в общение с Богом, как невеста с женихом. Ибо сказано, тайность я велика, я говорю по отношению Христа. Ефесянам 5.32 И в непорочную душу. Представьте себе сад, в котором есть подоносные дерева и другие благоухающие растения. Сад весь прекрасно обделан и украшен. И для охранности вместо загородки обнесен малой стеной, и по случаю же протекает тут и быстрая река. Если вода хотя слегка ударяет в стену, то будет видеть ее основание, найдет себе проход, понемногу совершенно размоет основание, и вышедший в сад поломает и искоренит все растения, уничтожит все труды и соделает сад бесплодным. Так бывает и с сердцем человеческим. Есть в нем прекрасные помыслы, но непрестанно приближается к сердцу и потоке греха, готовый его незринуть и увлечь на свою сторону. И если ум, хотя несколько легкомыслен и предается нечистым помыслам, то вот уже духи льсти нашли себе там пажить, ворвались и испровергли все красоты. В них что обратили добрые помыслы и душу привели в запустение. Кроме этой брани подходит другая, внешняя. Вместе с тем, как начинает обнаружиться благодать Божия в сердце труженика, начинается неприязненное нападение на него других людей. Враг, изнанный изнутри, вооружается совне. Это стало неизбежным условием для христианина к совершенству в духе. Божьи человеки должны приуготовить себя к борению и подвигу. Как мужественный юноша выдерживает борьбу и на удары ему наносимые ответствуют ударами, так и христиане должны переносить скорби и внешние, и внутренние брани, чтобы, принимая на себя удары, побеждать терпением. Таков путь христианства, где дух святой, там, как тень, следует гонение и брань. Видишь, как пророки, хотя в них действовал дух, всегда гонимы были единоплеменниками. Видишь, как Господь, который из пути истины гоним, был не иным народом, но своими. Своё племя израильтяне и гнали, и распяли его. А подобное всему было и с апостолами, потому что со времени к Христа пришёл дух утешитель и переселился в христиан. Никто из иудеев не был уже гоним, но одни христиане были мучениками. Поэтому не должны они изумляться этому. Истине необходимо быть гонимою. 10.46 Не просто и то, что написано об Иове, как просил его себе сатана, потому что ничего не мог сделать сам собою, без попущения. Что же говорит дьявол Господу? Отдай его мне в руки. Благословит ли он ли тогда тебя? Так и ныне. И Иов тот же, и Бог тот же, и дьявол тот же. В то же самое время, когда Иов видел себе помощь Божия, был ревностен и горяч по благодати. Просит его себе сатана и говорит Господу, «Поскольку помогаешь ему и защищаешь его служить тебе, оставь его и предай мне. Прославит ли он тогда тебя?» Наконец, как бы по тому самому, что душа утешается, благодать отступает от нее, и душа предается искушениям. Поэтому приходит дьявол и наносит ей тысячи бедствий, безнадежность, отчаяние, лукавое помышление, и сокрушает душу, чтобы расслабить ее и соделать далекое от упования на Бога. Душа же благоразумная и в бедствиях и в скорби не теряет надежды. Но владеет, чем обладала, и что бы ни было ей нанесено среди тысячи искушений, все претерпевая, говорит, «Если и умру, не оставлю его». Все же праведники, я тесным и устным путем, до конца благоугождали Богу. Авраам богат был по Богу, а в отношении к миру называл себя землей и пеплом. И Давид говорил о себе, «Поношение у человеков, уничижение у людей, черь, а не человек». Подобности апостолы и пророки зло страдали, были укоряемы. «Сам Господь, который есть путь, и Бог, пришедший не для себя, а ради тебя, чтобы соделаться для тебя образом всего доброго, смотри, в каком пришел уничижение. Образ раба принял Бог, Сын Божий, Царь и Сын Царев». Он подает целительные врачерства и врачует у издевленных, а по внешности является как бы одним из язвленных. Но не пренебрегай, Божие великие, когда видишь его по внешности уничиженным и как бы подобным единому из нас. Ради нас, а не ради себя, явился он таким. Раскуди, не начали всех уничижения, не пачили, был он в тот час. Когда вы пияли, распни, распни его, и стекался народ. Как в мире, если над каким-либо злодеем произнесен приговор к князям, то весь народ внушается им, уничижает его. Так и Господь во время распятия, как человек осужденный, умереть. Ни во что вменяем был фарисеями. И когда та же плевали на лицо его, возлагали на него терновый венец, лили его полонитом, и не превзошло ли сие меру всякого уничижения. Ибо написано, «Плечи мои отдал для ран, лица же моего не закрывал отоплевания и ланит моих отдушающих. Если же Бог принял столько поруганий, страданий и уничижения, то сколько бы не смирял себя ты по природе тиной смертной естеством и не сделаешь ничего подобного владыке твоему. Ради тебя Бог смирил себя, а ты и ради себя не смиряешься, но превозносишься и кичишься. Он пришел на себя взять скорби и тяготы, тебе же дать покой свой, а ты не хочешь понести трудосу пострадать, чтобы через это могли исцелеть твои язвы. Слава страданию и долготерпению его вовеки!» Если Бог на земле шествовал таким путем, то и ты должен стать его подражателем. Так шествовали и апостолы, и пророки. И мы, ежели желаем быть основанными на основании Господа и апостола, должны стать их подражателями. Ибо апостол Духом Святым говорит, «Подражайте мне, как я Христу». «Если же любишь ты человеческую славу, хочешь, чтобы кланялись тебе, ищешь себе покоя, то совратился ты с пути. Тебе надо вносораспяться с распятым, пострадать с пострадавшим, чтобы после этого и прославиться с прославившимся. Ибо невесте необходимо пострадать с женихом, и через это соделаться сообщница и с наследницей Христовой. И никому не дозволено без страданий, ни путем, ни гладким, тесным и узким, войти в город слепых, упокоиваться и царствовать с царем в нескончаемые веки!» 250. «Да известно ли меры попускается сатане или сколько хочет нападать на нас? Стремление его не только на христиан, но и на идолослужителей, на целый мир. Поэтому, если бы дозволено ему было нападать сколько хочет, то истребил бы всех. Почему же? Потому что это его дело, и такова его воля. Но как скудельник, когда кладет сосуды в огонь, горшечник, в меру разжигает печь, и не слишком много, чтобы обжигаемая доля надлежащего времени сосуды не дали трещин, и не слишком мало, чтобы оставшись непрожженными, они не пропали даром. А также делающие серебряные и золотые вещи подкладывают огонь в меру, а если усилить огонь, то золото и серебро расплавляются, делаются жидкими и пропадают. И ум человеческий умеется размерять тяжести с силами вьючного скота, или верблюда, или другого какого животного. Какую именно тяжесть понести может? То кальми, паче, Бог, который знает крепость сосудов человеческих, в разных мерах попускает действовать сопротивной силе. Выдерживая все это терпеливо и не уступая ни в чем врагу, душа все больше ощущается и дает простор с сильнейшим воздействием благодати Святого Духа, который проявляется, наконец, в озарении ума, в особых отрадных состояниях нравственных, в видениях, руководству, видно становится, что душа подходит к совершенству. Если кто любит Бога, то и Бог сообщает ему любовь свою. Кто однажды уверовал в Бога, тому прилагает небесную веру, и человек делается сугубым. Поэтому как ты от членов своих принесешь ему дар, так и он, подобно этому, от собственных своих членов уделит душе твоей, чтобы все тебе делать и любить, и молиться чисто. Мария оставила все, села при ногах Господних и весь день благословляет Бога. Видишь ли, сидение при ногах, превосходящая любовь. Но чтобы яснее воссияло Божье Слово, слушай еще. Если кто любит Иисуса и внемлет Ему, как должно, а не просто внемлет, но пребывает в любви, то и Бог хочет уже воздать чем-либо душе той за любовь эту. Хотя человек не знает, что он примет, или в какой мере Бога дарит душу. Ибо и Мария, возлюбившая Его и сидевшая при ногах Его, не просто дана награда, но от сущности своей даровал он некую сокровенную силу. Самые слова, какие Бог с миром из глагола Марии, были дух и некая сила. Слова эти вошли в сердце, стали душею в душе, духом в духе. И божественная сила наполнила сердце ее. Потому что, где привитает та сила, по необходимости делается она там пребывающую, как неотъемлемое стяжание. Поэтому и Господь, зная, что даровал ей, сказал Мария, избрала ты благую часть. Но со временем и то, что делала Марфа из усердия услужить, привело ее к тому же дарованию. Потому что и она оприяла божественную силу в душу свою. И что удивительного, если приходящие к Господу и прилепленные к Нему телесно принимали силу. Иногда апостолы говорили слово, и Дух Святой нападал на верующих. Деяние 10.44. Корниль от слова, какое услышал, принял силу. То сколь больше, когда Господь говорил слово Марии, или Закеи, или грешницы, которая, распустив волосы, отирала ноги Господней, или самарянке, или разбойнику, тогда являлась сила, и Дух Святой входил в единение с душами их. И ныне любящие Господа, оставившие все и постоянно пребывающие в молитве, втайне научаются тому, чего не ведали. Сама истина по их произволению открывается им и учит их. Я есть истина. Сами апостолы до Христа, пребывая с Господом, видели великие знамения, как очищались прокаженные, и воскресали мертвые, но не знали, как божественная сила и пребывает и действует в сердце. Не знали, что сами они возродятся духовно, вступят в единение с небесной душою и соделаются новой тварью. Они любили Господа ради совершенных им знамений. Наконец, Господь сказал им, что дивитесь знамением, «Я даю вам великое наследие, какого не имеет целый мир». Странно были для них еще слова Господа, пока не воскрес он из мертвых и ради нас не вознес тело на небо. И тогда сошел на них дух утешитель и вступил в единение с душами их. Сама истина являет себя в душах верных, и небесный человек приходит к человеку твоему, и бывает между ними единое общение. Поэтому тех, которые пребывают в служении и усердно все делают из ревности, по вере, из их Богу, со временем это самое приводит к ведению самой истины, потому что Господь открывается душам и учит их о пребывании Духа Святого. 255. Сказано, «Вкусите и увидите, как благ Господь». Вкушение же это есть в несомненности действенная сила Духа, совершающая служение в сердце. Ибо те, которые суть цены света и служения Новому Завету в Духе Святом, ничему не научаются у людей, как научаемые Богом. Сама благодать пишет на сердцах их законы Духа. Поэтому не в Писании только на чертах чернилами должны они находить для себя удостоверение, но и на скрижалях сердца благодать Божия пишет законы Духа и небесные тайны, потому что сердце владычественно и царственно в целом телесном сочленении. И когда благодать овладевает царжитами сердце, тогда царствует она над всеми членами и помыслами, ибо там ум и все помыслы и чаяние души. Почему благодать и проникает во все члены тела? Таковой по-написанному эстезует всякого человека. О каждом знает он, из какого источника берет слово, где остановился, на какой находится степени, а о нем же самом никто из людей, имеющих в себе Духа Мира, не может знать и судить. Кто только имеет в себе подобного небесного Божия Духа, тот и знает подобного ему, как говорит апостол. Духовное нужно сопрягать с Духовным. 9.8 Сподобившиеся стать чадами Божьими и родиться свыше от Духа Святого, имея в себе просвещающего и упокаивающего их Христа многообразными и различными способами, бывает путеводимы Духом, и благодать невидимо действует в них сердце при духовном упокоении. Но от видимых наслаждений в мире займем образы, чтобы с ими подобиями отчасти показать, как благодать действует в душах таковых. Иногда бывают они обвеселены, как бы на царской вечере, и радуются радостью, весельем и благоданным. Женой часто бывает как невеста, божественным покоем упокоиваемая в сообществе с женихом своим. Иногда же, как бесплотные ангелы, находясь еще в теле, чувствуют в себе такую же легкость и окрыленность. Иногда же бывает как бы в упоении питьем возеселяемое и упоиваемое духом, в упоении божественными, духовными, тайнами. Но иногда как бы плачет и сетует о роде человеческом, и молясь за целого Адама, проливает слезы и плачет, воспламеняемое духовной любовью к человечеству. Иногда такой радостью и любовью разжигает их дух, что, если бы можно было, вместили бы всякого человека в сердце своем, не отличая злого от доброго. Иногда смиренно-мудрый духа столько унижает себя перед всяким человеком, что почитает себя самыми последними и меньшими из всех. Иногда дух постоянно содержит их внеизглаголанной радости. Иногда уподобляется сильному воителю, который облегшит царское всеоружие, выходит на брань со врагами и крепко подвизается, чтобы победить их. Ибо подобно этому и духовное облекается в небесное оружие. Дух наступает на врагов и ведет с ними брань, чтобы покорить их под ноги свои. Иногда душа упокаивается в некоем великом безмолвии, тишине и мире, пребывая в одном духовном удовольствии, в неизреченном упокоении и благоденствии. Иногда умудряется благодатью во разумении чего-либо, в неизреченной мудрости, в ведении неиспытуемого духа, чего невозможно излаговывать языком и устами. Иногда человек делает так как один из обыкновенных, так разнообразно действует в людях благодать и многими способами водительствует душу, упокоивая ее по воле Божией и различно упражняет ее, чтобы совершенную, неукоризненно и чистое предоставить к небесному Отцу. Сии же перечисленные нами действия духа достигают большей меры в близких к совершенству, ибо исчисленные разнообразные упокоения благодати различно выражаются словом и в людях совершаются непрерывно, так что одно действие следует за другим. Когда душа взойдет к совершенству духа, совершенно очистившись от всех страстей и в неизреченном общении пришедшей в единение и с растворением с духом утешителем и с растворяемой духом сама сподобится стать духом, тогда делается она вся светом, вся оком, вся духом, вся радостью, вся упокоением, вся радованием, вся любовью, вся милосердия, вся благостью и добротою. Как морской бездне камень это всю окружен водой, так и люди эти, всячески с растворяемой духом святым, уподобляется Христу, непреложно имея в себе добродетели духовной силы, внутренне пребывая неупоризненными, непорочными и чистыми. Ибо обновленные духом как могут производить наружно плод порока, а против того, всегда и во всем сияют в них плоды духа. 261. Иной входит преклонить колено и сердце исполняется божественной действенности. Душа веселится с Господом, как невеста с женихом, по слову пророка Исаия, который говорит, как радуется жених о невесте, так возрадуется Господь тебе 62.5. И иногда во весь день чем-нибудь занят и на один час посвящает себя молитве. И внутренний его человек с великим услаждением восхищается в молительное состояние, в бесконечную глубину оного века, так что всецело устремляется туда парящий и восхищаемый ум. На это время происходит помыслы забвения о земном мудровании, потому что помыслы насыщены и пленены божественным, небесным, беспредельным, непостижимым и чем-то чудным, чего человеческими устами изречь невозможно. В этот час человек молится и говорит, ой, если бы душа моя отошла вместе с молитвою. Всегда ли человек входит в это состояние? Правда, что благодать непрестанно сопребывает, укореняется и действует как закваска в человеке с юного возраста. А это сопребывание в человеке делается чем-то как бы естественным и неотделимым, как бы единой с ним сущностью. Однако же как ей угодно, различные виды изменяет она свои действия в человеке к его пользе. Иногда огонь сей возгорается и воспоменяется сильнее, а иногда как бы слабее и тише. В иные времена свет сей возжигается и сияет боли, иногда же умаляется и меркнет. И светильник сей всегда горя и светя иногда делается яснее, более возгорается от упоения Божьей любовью, а в другое время издает сияние свое березливо и соприсущий в человеке свет бывает слабее. Сверх того, иным во свете являлось знамение креста и приглаждалось во внутреннем человеке. Иногда та же человек во время молитвы приходил как бы выступление, казалось, что стоит он в церкви перед жертвенником и предложенному три хлеба, как бы скиснувшие с елеем, и в какой мере вкушалось, такой хлебы возрастали и поднимались. Иногда так же являлось как бы светоносное некое одеяние, какого нет на земле в веки и какого не могут приготовить руки человеческие. Ибо как Господь с Яном и Петром вошедшие на гору преобразил ризы свои и соделал их молнией видными, так бывало и с пловными одеяниями облаченный волной человек удивлялся и изумывал. В иное же время свет сей являясь сердце отверзал внутреннейший глубочайший сокровенный свет, почему человек сцело поглощенный той сладостью и тем с возерцанием не владел уже собою, но был для мира этого как бы безумным и варваром по причине преизобилующей любви и сладости и по причине сокровенных тайн, так что человек получил в это время свободу, достигает совершенной меры, бывает чистым и свободным от греха. Но после всего благодать умолялась и не сходила покрывала сопротивной силы. Благодать же бывала видимо как бы отчасти и на какой-то низшей степени совершенства. 264. Человеку надо пройти так сказать 12 ступеней и потом достигнуть совершенства. В иное время действительно достигает он этой меры и приходит в совершенство. Потом благодать снова начинает действовать слабее и человек не сходит на одну ступень и стоит уже на одиннадцатой. А иной богатой благодати всегда день и ночь стоит на высшей мере, будучи свободен и чист всегда пленен и высприн. И теперь человек, которому показаны эти чудеса и который изведал их опытно, если бы так было с ним всегда, не мог бы уже принять на себя домостроительство слова или иного какого времени, не согласился бы ни не слышать, не позаботиться об обыкновении о себе и о утрешнем дне.